Память народа жива. 74 года назад закончилась Великая Отечественная война, но горечь от понесённых утрат никак не утихает в сердцах людей. И особую ценность в эти майские дни приносит известие о местонахождении без вести пропавших на фронте. Впустя 3 четверти века в канун Великой Победы имя красноармейца Михаила Дёмочкина высечено на гранитном списке погибших воинов Щёлковского хлопчатобумажного комбината. 30 ноября 1941 года был призван Щёлковским венкоматом и ушёл в хлопчатобумажного комбината. А через 3,5 месяца, 15 марта 1942 года, был убит в деревне Узломка, Масальского района, Калужской области. Много времени прослеживал боевой путь своего деда. Сегодня я счастлив, что могу прийти и увидеть его имя на мраморной плите. На память у внука осталась единственная фотография деда, которую он принёс на торжественный митинг. Мы прибыли вновь сюда для того, чтобы почтить память тех, кто своей жизнью защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Из года в год мы поклоняемся тем, кто, несмотря на тяготы и лишения, сделал всё, чтобы мы с вами жили под чистым, свободным, мирным небом. Сегодня я от имени администрации городского округа Щёлково, от имени главы администрации городского округа Щёлково поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы. И посмотрите, сколько обелисков, сколько памятников стоит на нашей Щёлковской земле. А сколько памятников и обелисков стоит по всей российской земле. И пусть 9 мая они расцветятся алым цветом гвоздик. Это будут наши зажжённые сердца и наши зажжённые свечи. И мы говорим, мы помним, мы никогда не забудем великий подвиг российского советского народа. В борьбе с немецкими захватчиками положили жизни воины-химики, работавшие на Щёлковском химическом заводе. Вот такими бурными аплодисментами жители Щёлково встречают 74-й годовщину Великой Победы. Воины-химики внесли свой вклад в Великую Победу над фашизмом. В 41-м году с завода ушла на фронт большая часть мужчин. Многие не вернулись. Мы потеряли людей, но мы не потеряли страну. Нам надо побеждать ещё. Не в войне, а в мирной жизни. Мы должны побеждать своим экономическим ростом, мы должны побеждать наукой, мы должны побеждать образованием. Щёлково-Грахим идёт по этому пути. Почётные места ближе к молодёжи заняли участники Великой Отечественной войны, живые свидетели событий. Я испытываю великий подъём через праздник Победы. 74 года. Мы помним каждый день, помним и не забудем никогда. И стараемся, чтобы подрастающее поколение, молодёжь наша умело защищать Родину. Мы победили, мы злой, самый злой нацизм, который хотел, у него было желание поработить народ и превратить русский народ в рабов. Но русская прочность дала им такую затрещину, что они сейчас трясутся от страсти. Спустя десятилетия радость Победы всё так же вызывает ликование в сердцах щёлковцев. Это было в Австрии, в Вене. Мы, значит, как раз спали, а позвонил кто-то, чтобы она кончилась. Все вышли и давай из-за всего оружия стрелять. Щёлковцам, погибшим за Родину, возложили цветы у памятника героям Советского Союза на улице Парковой. Сегодня на митинг пришли их потомки, школьники. Праздник 9 мая вписан в мировую историю на века. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щёлково.